Мировая политика. ОДКБ. Он, который заранее знал, что этот пожар будет, говорил о том, что надо делать, как этот пожар предотвратить. Это, с моей точки зрения, ведущий аналитик, эксперт по Ближнему Востоку в России. Это Александр Иосифович. Мой добрый, старый знакомый. Это фамилия его Вавилов. Тоже в российском и советском пространстве очень известна. И вот, Александр Иосифович, сразу первый вопрос. Вы, как доктор исторических наук и специалист по Ближнему Востоку, все-таки ответьте, ну почему там этот пожар, который вот уже, ну можно сказать, уже два года примерно интенсивно развивается, все никак не утихомирится и более того, значит, приобретает такие новые, более активные, террористические, агрессивные формы. Как, на ваш взгляд, почему? Ну, это можно было и предполагать. Мы с вами на предыдущей встрече, когда проводили, то такого рода прогнозы тоже делали печальные во всех отношениях. Здесь прежде всего, конечно, сказывается внешний фактор. Именно внешний фактор. Я вас перебью, потому что не все эксперты по Ближнему Востоку, вот они, так сказать, выделяют этот внешний фактор. Внешний фактор в связи с тем, что с самого начала наша позиция и линия была следующая, что все дела... Российское имею в виду, да. Все дела арабы должны решать сами. Если нужна помощь, если нужна консультация, если нужны какие-то содействия, это милости просим. Милости просим. Ну и в качестве самого близкого примера, вот, и наш, глава нашего внешнеполитического ведомства, его заместитель, ну, фактически не проходит дня, чтобы они, скажем, сирийскими делами не занимались. Не занимались. Это самая горячая, я бы сказал, тема. Да, во-первых, и во-вторых, самое-то главное, что ведь тут на Западе много трескотни идет, что вот, поддерживайте диктатора кровавого и так далее, и так далее. Но это на самом деле не так. Почему? Потому что с самого начала сказали, что то, кто там будет, как это все будет развиваться, дайте возможность не вмешиваться. Не вмешиваться. Это тоже как в таких же самых бытовых, простых семейных делах, когда... Пусть разберутся сами. Когда в семью кто-то там встревает, это семейные дела нужно решать самим. Ни в коем случае. Вот. И поэтому здесь, конечно, вот этот внешний фактор, причем самое-то главное, что... Ну, один из мудрецов сказал, что в уроке истории никому ничего не учат. Да. Ну, совсем недавняя история, вот, Иракская. Да, практически одни и те же грабли. Да, такая же самая история, развалили Ирак, развалили Ливию. Вот сейчас имеет Мали. Да, кстати, вот почему Мали возникла, с вашей точки зрения? Это прогнозировала моя вообще тенденция? Конечно. Так, почему? Так, потому что Каддафи-то, быть, содержал Туарегов. Фактически Туарегов, да. Вы пометьте, пожалуйста, вот это слово Туареги, потому что не все наши телезрители, радиосуды, кто такие Туареги? Да, это одно из групп племен, которые живут. Мощных? Достаточно, достаточно. Испокойных веков живущих в этих районах. И, естественно, конечно, они... То есть, они фактически на территории нескольких стран, да? Точно, точно, совершенно. И в свое время они очень активно сотрудничали с режимом Каддафи. И вообще Каддафи был фактически лидером в последние годы, особенно лидером африканских стран. Не только, собственно, Ливии, а, собственно, Северной Африкой. Да, да, и политическим, и экономическим тоже подбрасывал им достаточно средств. Вот, а сейчас, когда этот баланс нарушен... Изменился? Да, выбили подпорку. Вы получите, что вы хотели, то и получите. То есть, вы считаете... Причем сейчас самое... Я прошу вашего прощения. Сейчас ведь самое главное, скажем, французы говорят, что все, мы тут больше не будем. Через некоторое время уходим, никаких больше операций производить не будем. Но все ведь это уже тоже в истории было неоднократно. За пороха в это время там с другого конца или с другой двери уже другие люди приходят. То есть, фактически, вот этот вирус дестабилизации запущенный, он уже начал, так сказать, хаотично развиваться. Совершенно справедливо, совершенно справедливо. Это раз. А во-вторых, тут тоже надо очень важно иметь в виду особенность, что, как говорят, есть у революции начало, нет у революции конца. Конца была такая фраза, известно. Нет у революции конца в связи с тем, что после того, как случается... Ну, про революцию мы еще в прошлый раз говорили, что про революции трудно говорить. Это не революции, перемены, трансформации, турбулентность и так далее. Вот. Но даже если случается перемена в руководстве, перемена в лидерах и так далее, и так далее, повседневная жизнь, она остается повседневной. И она часто ухудшается, эта повседневная жизнь. И кормить людей надо. Надо обеспечивать жизнедеятельность страны. Ну и вот вам, пожалуйста, пример Египет, самый близкий. Ну давайте сначала, Макеибитов, чуть позже вернемся. Все-таки начнем с Сирии, самой кровоточащей раны. Вот наш российский министр, иностранный, где в Лондоне буквально недавно, значит, ввел стратегический диалог. И британцы ему говорят, а вы знаете, мы подумаем, что вот, так сказать, оружие-то этим террористам, наемникам поставить. Опять продолжать. Наш министр, естественно, возмутился. Говорит, да как же так, есть же международное право. Вот доколе вот эти наши западные партнеры все-таки будут пытаться там разжигать этот пожар? Ну, я думаю, что здесь две тенденции есть. Одна тенденция – это нажимать, давить и подбрасывать поленье в этот костер с одной стороны. А хватит поленья в фоне? Не хватит, конечно. А с другой стороны, есть и более трезвые тенденции. Так, есть. Назовите ее, Альсин. А вот вам в качестве примера самое близкое и очень показательное пример. Сравнительно недавно, но месяц приблизительно назад, да, месяц назад новый премьер. Британский? Израильский. А, израильский, так. Бениамин Натаньяху, переизбанный. Он заявил, что будут строить заградительную стену. Да, было такое заявление. На голландских высотах, которые они отхватили у сирийцев. Еще давно. Да, в 67-м году еще. Вот. И, естественно, конечно, денежек потребуется, немало шекелей заплатить. Откуда? Да. Секвестр бюджета США не позволяет. Одно, другое, третье. И началась полемика. А он прямо сказал, что, говорит, сейчас на голландских высотах официальных и правительственных войск нет там Кайда. А, вот так, да? То есть, он это признал официально? А потом совсем недавно, несколько дней назад, похитили наблюдателей. Да. Миротворцев. Да, миротворцев, которые как раз наблюдали за... Фактически на... Да, на прекращении огня. Схватили и вывезли в неизвестное направление филиппинцев. Ни в чем не повинных людей. Филиппинцы. Да. Вот. И только уже после некоторого вмешательства уже и Совет Безопасности был вынужден. Там во главе наш замечательный представитель Виталий Чуркин. Да, кто все это делает? Вот как раз эта команда, которую хотят сейчас и подбросить бронетранспортеры и так далее, и так далее. Как же вот эту команду, Александр Иванович, вот тормознуть? Ведь там рядом с Лавром и Шойгу был. Есть у него тормоза? Ну, речь о чем идет, что одновременно, вот наряду с этой, я бы сказал, такой достаточно недальновидной линией, уже пробивается и просматривается... Просматривается, да, просматривается и более рациональный, вот, более рациональный и, я бы сказал, еще более дальновидный. Потому что здесь сейчас, ну, хорошо будем эту позицию... Подожжем все, да. Да, да, оппозицию, да, расшатаем, все, значит... А что дальше? Да, Туареги, Мали и так далее. Мы на зависть всем буржуям, мировой барар раздув. Да. А тут на зависть, наоборот, другим. Да. Так вот, а сейчас уже есть и реалистический нот. То есть, все-таки нотки появились. Ну, вот, скажем, недалее, как вчера, Кэрри, новый госсекретарь американский, он уже заявил, что... А почему бы Башара Асада за стол переговоров не посадить? А до этого вообще разговора не было. Да, Хилари Клинтон, она вообще была, можно сказать, крайне агрессивной. Вот, поэтому жизнь-то, она очень штука такая жесткая и бескомпромиссная. Тут, если уж она против законов логических и исторических и всех остальных, какие действуют в мировой политике. Если идешь, все равно получаешь наказание. Получаешь наказание. Ну, вот тот же самый, опять же, Ирак. У этих... У американских торговцев есть очень хороший такой принцип. Они называют так. If break it, take it. Если сломал, то бери, покупай. Ну, вот сейчас... Принцип хороший. Или чемодан без ручек, да? Вот. Сейчас фактически страну развалили. Фактически, да. Развалили. Это раз. Во-вторых, сейчас фактически добились того, что совсем не хотели. Да. Результаты несколько иные. Вот, допустим, обратились к руководству Ирака, ну, даже, может быть, не с требованием, а с настоятельной просьбой, мягко скажем так, с настоятельной просьбой участвовать в блокаде Ирана. Угу. Иракцы сказали, с какой стати? Угу. Мы свои национальные интересы в году, интересам какого-то там мирового сообщества совсем не хотим ставить. Иран для нас достаточно близкий сосед. И единоверный сосед. И мы никогда этим заниматься не будем. А потом попросили иракцев досматривать самолеты иранские, которые летят через их пространство до Сирии. И сказали, ну, а что же мы досматриваем, без вас обойдемся. Угу. Здесь вы не вмешивайтесь, это наш суверенный право. Я не правы. Угу. Не правы, от ли, совершенно обоснованно, и ничего не сделаешь. То есть, получается, что вот эта недальновидная политика, она, в общем-то, в принципе, привела вот к совершенно иным результатам, которые, так сказать, были... Конечно, конечно, это раз, а во-вторых, ты еще, помимо всего прочего, как вы совершенно правильно вначале сказали, тут ведь еще речь идет о том, что есть одна очень серьезная вещь, и такая мина очень серьезная. После того, как новые руководства, будь то в Египте, будь то в Тунисе, будь то в Ливии и так далее, и так далее, столкнутся... Они уже сейчас этим, перед этим стоят. Когда они столкнутся с конкретными серьезными проблемами, есть один очень в политике широко распространенный маневр, который называется поиски внешнего врага. Понятно. Ну, вот скажем, в качестве примера, сейчас уже на Синае египтяне не сдерживают потоки оружия, которые идут в газе. То есть, это уже произошло после, вот так сказать, изменения вектора? Да. Ну, вот все-таки, прежде чем мы перейдем к Египту, Синае уже тесно связано с Египтом, все-таки последний вопрос по Сирии. Мир, наконец... Можно не последний, как хотите, пожалуйста. Ну, тем не менее, прежде чем перейти к египетской тематике, она связана уже с газой, все-таки мир, наконец, узнал именного папу, то есть, вот эта эра закончила, им стал иезуит из Аргентины. И вот в этом аспекте, касаясь, собственно, не католической тенденции, а Сирии, предыдущий папа, он занимал довольно жесткую позицию по поводу сохранения жизни двух миллионов католиков-христиан, которые живут, и его внешнеполитическая линия, она во многом солидарна была с нашей линией, российской. Как вы считаете, вот иезуит из Аргентины будет ли продолжать именно с точки зрения внешнеполитической? Я думаю, что будет в связи с тем, что это ведь позиции, которые практикой провели. А практика – это лучший критерий истины. Можно тысячу слов хорошо сказать и много прогнозов сделать, а потом, когда на практике появляются конкретные ситуации, ну, и все многие эти построения, они просто разрушаются. У предыдущей у папы она была достаточно линиевывыверенной с точки зрения именно анализа международной деятельности. Да, именно правильное слово, мне кажется, выверенное. Да, да. Она нас точно активизует. И на практике многие вещи он достаточно объективно смотрел на них, и я думаю, что преемник-то он тоже, да, тем более, тем более, вот сейчас уже есть первые отклики и первые комментарии по этому поводу. Да, он человек достаточно реалистичный и достаточно опытный. И прагматичный, мне кажется. Все-таки командовать такой большой паствой, как он хорошо сказал сегодня, выступая, вернее, вчера выступая с балкона Святого Петра, собора, он очень хорошо сказал, говорит, искали мы, искали папу и нашли на краю света. Да, это действительно так. Света, а там свет, очень большой край. Да, очень большой. Я бывал в Аргентине, это действительно... Да, и достаточно много. И проблем много, самое главное. И он эти проблемы как раз пытался и стремиться решить. И достаточно гармоничный об этом говорил, да. Именно так. То есть вы считаете, что вот этот курс внешнеполитический... Это линия пройдет, значит, будет продолжено, будет продолжено, это несомненно, потому что опять же сама жизнь заставляет делать реалистические коррективы. Мы продолжаем нашу программу и следующий вопрос. Египет. Крупнейшая арабская страна, приход новых политических сил и дестабилизация там, в общем-то, не прекратилась, наоборот, в последние месяцы, там как со сводки гражданской войны, почти как из Сирии. Ну как? Очень много. Полицейские бастуют. Полицейские бастуют десятки убитых и раненых, штурмуют штаб-квартиру братьев-мусульман, значит, конфликты с болельщиками не просто, так сказать, такие безобидные, а, в общем-то, кровавые и так далее. Ну и, собственно, еще и ситуация с сектором газа тоже подвергается определенной коррекции. Вот почему, как вы считаете, что происходит в Египте? Это опять же происходит потому, что жизнь, она прозаична. Именно прозаична. Кончилась, кончилась романтика революции. Я уже вам рассказывал, я уже вам рассказывал, что когда услышал, что в сентябре месяце, после ста дней правления нового мусульманского руководства во главе с Мухаммедом Мурти, начались опять волнения и требования, что что нам ничего не решили, никаких проблем не сделал. То есть они ожидали, так сказать, сдвига? Ну это естественно, но речь-то здесь о чем идет? Здесь еще очень много специфики местного населения. Именно внутренней жизни страны, собственно, да? Это этнические различия или, скажем, социальные? Нет, 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 это во многом, во многом. Именно уровень, который, ну допустим, в качестве примера, по разным данным, порядка 30-40% взрослого населения не грамотно. То есть это десятки миллионов людей, получается, практически, да? Население гигантское. Ну, если, как говорили классики еще, чтобы человека включить в политику, нужно сначала научить его грамоте и накормить, тогда он будет политикой занимать. Ну, а если человеку говорят, иди туда, он идет послушно, и что там, кто ему скажет и расскажет, он сам ничего... Фактически большое количество людей, они, собственно, легко... Не выключены, фактически из общественной жизни. И не участвуют. Да, да. Ну, а потом есть такая, скажем, экзотика тоже. Экзотичная сторона жизни Египта и Каира, в частности, собственными глазами наблюдал очень и очень. Такая сюрреалистичная и фантасмагоричная картина, когда несколько десятков тысяч человек живут на кладбище. Как это? Да вот что? Что они там делают? В склепах живут. Так. С населения, дети рождаются, поднимаются, вырастают и продолжают. Именно потому, что им негде в другом месте жить? Конечно. Конечно, и жизни нет, и денег не хватает на то, чтобы снять жилье какое-то. Да, и то есть фактически это сама, ну, такая оккупация, вот, так сказать, вот этих склепов и так далее. На кладбище, да. На кладбище, да. Причем там есть и люди, которые профессионально, скажем, читают Коран над могилами. Некоторые живут, у них в доме несколько могильных плит. Ну, что ж тут. Ну, вот в качестве примера есть иллюстрация, очень, такая тоже вполне и вполне доходчивая. В Саудовской Аравии сажусь в такси. Так. Таксисты, ну, разговорились, я спрашиваю, что ты, как? Он говорит, я из Египта. Я говорю, что ты, как? Я выпускник университета. Я говорю, а как ты, почему ты здесь таксистом работаешь? Ну, вот он начал мне жаловаться, что там все же деньги забирает хозяин такси и так далее. Я говорю, ну, а что ты все-таки? Вот я, говорит, университет кончил, отслужил армией. Потому что при Мубарике, если он в армии не отслужил, его за границей не выпускали. А, вот так. Жесткие требования. Не выпускали. Только в армии отслужил. Ну, вот, говорит, у меня невеста есть. Она учительница младших классов. Я сюда приехал, работаю 4 года для того, чтобы набрать денег хотя бы на однокомнатную квартиру. На однокомнатную квартиру. В мемуарах у Анвара Садата, известного египетского президента. Он прямо пишет, что жили они с двумя женами, старой и новой. У них всего было где-то около 8 детей общих. В общем, в двухкомнатной квартире жил 11 человек. Но для нашего и восприятия, и уха, это достаточно трудно. Представить себе. Хотя сейчас многие на квартире там и 10, и 15 человек прописаны. Да, но это другая ситуация. А там действительно это так. Собственными глазами я видел. И это вполне, вполне нормально. Вот уровень. То есть, естественно, говорить о каком-то понимании процессов очень сложно. А сам вот этот новый мусульманский, можно сказать, лидер, он понимает всю степень сложности египетского общества? Он понимает. Конечно, понимает он, во-первых. Во-вторых, сейчас он выступает за налаживание диалога для того, чтобы сотрудничать и так далее. Ну, опять же, я возвращаюсь к первой своей мысли в отношении перспектив. Может настать такой момент, я его не исключаю, когда придется тому же самому президенту сказать, а вон из них мы страдаем. То есть, фактор внешнего врага для того, чтобы... То есть, видимо, вот то, что вы сказали про сектор газа, это в определенной степени, ну, как бы, подготовка. Соломка? Конечно, конечно. Соломка. Ну, вот, допустим, в качестве примера того же самого достаточно серьезный и тревожный сигнал для израильтян. Представительство ХАМАС, террористические организации, по их представлениям, открыт в Каире. Официально? То есть, при Мубараке этого не было? А потом еще совершенно ужасный тоже для Тель-Авива факт, недавний визит Ахмадинин. Вы только что опередили, я хотел спросить, а как же иранский лидер? После 79-го года первый визит... Это вообще реально первый визит на протяжении практически более 40 лет, да? Да, первый официальный визит, встречен тепло. Вот именно, тепло? Конечно, выступал. Были нападки на него, были всякого рода попытки в какой-то степени его скомпрометировать. Но в принципе, в принципе, визит оказался достаточно индикативный, я бы сказать. Индикативный. А успешный с точки зрения двух факторов, экономического и, я бы сказал, геополитического, как вы считаете? Ну, для Ирана. Для Ирана, конечно, успешный. Речь о чем идет? Речь идет о том, что иранцам сейчас, конечно, не сладко с точки зрения вот этих санкционных. Ну, и атомных, не сладко. Да, не сладко, и приходится искать и подпорку, и какие-то, соответственно, рычаги для противостояния. Вот, и поэтому, конечно, визит Ахмадиничада, это копилку хорошую. В каком-то смысле прорывной, видимо, все-таки, да? Да, естественно. Это очень серьезная подвижка в их отношениях, во всех отношениях. То есть, там, видимо, и заключены были определенные соглашения. Ну, пока еще. Или это скорее протокол о намерении? Да, насколько я слышал и, насколько известно, пока особых каких-то соглашений нет. Но, с другой стороны, с другой стороны... Как вы сказали, индикативный сигнал. Да, во-первых, а во-вторых, с другой стороны, еще даже до Мурсии, когда только свергли... Мубарака. Мубарака. Через несколько месяцев иранские военные корабли появились. Где? На территории... Около Суэцкого канала. Да вы что! То есть, можно сказать, что визит, в определенном смысле, он стал этапом. То есть, это как бы не спонтанно. И потом, впервые, впервые, за долгие годы, иранские военные корабли получили возможность пройти через Суэцкий канал и бросить якорь с визитом дружбы в сирийском борту Латакии. То есть, это действительно, в принципе, кардинальное геополитическое изменение ситуации. Вот. Побыли немножко, через некоторые... Там даже слухи были, что кое-какое оборудование выгрузили. Вот. А потом вернулись в Освоязь. То есть, получается, конечно, без санкций высшего политического руководства Египта это, в принципе, было бы, конечно, невозможно. А можно ли говорить гипотетически о создании, ну, в перспективе, такой оси Египет-Иран? Или это, скорее, вот такая ситуативная геополитическая дружба? Ну, пока ситуативная. Ситуативная. Почему? Потому что, конечно же, сейчас, особенно вот на волне сирийских событий вокруг всего этого, нагнетается во многом даже искусственно. Почему? Потому что, скажем, суниты и шииты. Шииты и Иран, суниты, подавляющие большинство арабских стран, кроме Ирака. Вот. Они, в принципе, жили все эти века, как они существуют, они, в принципе, жили мирно. Не было каких-то таких... Кровавых там разборок. Ну, вот, допустим, ведь фактически, опять же, возвращаясь к началу нашей с вами беседы, ведь фактически вот это обострение иракско-сунитских, шиитско-сунитских отношений, опять же, вызвали американцы. То есть, внешний фактор, о котором мы говорили. Я собственными глазами и неоднократно присутствовал в Ираке на свадьбах смешанных. Шиитка за сунита, сунит за шиитку и так далее. Нормально все было? Никаких, никто, даже никто не спрашивал, ты кто, шиит или сунит и так далее, так далее. Вот. Когда они вторглись в Ирак, то, естественно, конечно, там никак не могли определиться, кто хороший парень, кто плохой, бэдгайзм. Кончилось дело тем, что шиитов подняли со второго плана. На первый план. Посадили на президентское кресло вообще немыслимого человека-курда, который в истории вообще никогда не было такого. Таким образом, опять же, нарушив всю структуру и так далее. Ну, вот, шиитский, этот курдский деятель Джаляля Талабани, президент, уважаемый человек, я его знаю достаточно хорошо, вот, он служил своего рода таким сдерживающим фактором и по многому микшировал все эти трудности, когда нужно было вмешивался и так далее, и так далее. Особенно сейчас по курдским делам достаточно остро. Но сейчас он болеет, достаточно серьезно болеет. И на этой почве опять начинается расхождение. Мы, суниты, вы, шииты, эти курды. И начинается. Но фактически пролог дестабилизации. В этой связи очень вспоминается хорошо, когда только-только еще Ирак после агрессии вставал на ноги, еще при американцах это было. У Джаляля Талабани спросили, слушайте, ну как так получается, что друг друга, война всех против всех, друг друга режут и так далее. А он достаточно человек остроумный, он говорит, спросите у англичан. Это они нам устроили. Ну и теперь завершающий вопрос. Россия и Ближний Восток. Насколько выверена наша внешнеполитическая линия? Что нам сделать, чтобы все-таки там было бы спокойнее? По моей оценке, выверены достаточно хорошо. Достаточно хорошо. Почему? Потому что вот оценка эта основывается, опять же, на практическом опыте. Два года назад говорили. Получилось так, как и говорили. И с Ираком, и с Ливией, и с Тунисом, и с кем только не было. Вот. И поэтому я думаю, что сейчас Москва занимает единственное правильное. И в этой связи как раз показательно, что все участники этой свары, Нижневосточной, всеобщей, они все едут в Москву. И проконсультироваться, и посоветоваться, и узнать мнение, и достаточно внимательно относятся. В связи с тем, они сразу говорят, что у вас с нами опыт очень большой. Десятилетия. Десятилетия, и даже по этому поводу, конечно же, да и о чем говорить? Те же самые американцы, мне неоднократно говорили, и многим другим нашим коллегам, прямо говорят, что вы душу азиатскую понимаете лучше. И поэтому у вас, конечно, намного больше опыта, и намного больше понимания не с точки зрения сугубо прагматического. Потому что люди арабские на востоке, они во многом эмоциональны. То есть эмоции иногда перехлёстывают. Вот в этом как раз и опасность. Я вам должен сказать, что когда я узнал еще в Саудовской Аравии, будучи в 98-м году, о том, что пакистанцы получили ядерное оружие, по себе в холодок побежал. Куда это все? Потому что часто эмоции могут возобладать, а кнопочку нажать очень просто. Очень просто. Саша, ну что, все-таки завершим наш делок на оптимизме. Несомненно. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я напомню, что завершается членный выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий Игорь Панарин. У меня в гостях один из лучших российских экспертов по Ближнему Востоку, Александр Иванович Вавилов. И главный вывод, который он сделал, он заключается в том, что Россия имеет выверенную внешнюю политику на Ближнем Востоке. Она проводила прогнозируемую линию, предупреждала партнеров о негативных последствиях и сейчас старается урегулировать эти конфликты максимально мирными дипломатическими способами. Ну а главный фактор, конечно, дестабилизации, это внешний фактор, и пора бы нашим внешним западным партнерам прислушаться к доводам о разумном России, для того, чтобы эскалация напряженности на Ближнем Востоке была сведена к минимуму. До свидания, уважаемые телезрители и радиослушатели.